МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Смерутное ДТЗ под Калинковичами загинули 5 человек. Экспортный потенциал у Гомеля сенья обмерковали пытание внешнеэкономичной деянности. Няня замест мамы червоный крыш протягивает реализацию доброчинного проекта. А зараза в этой меньшем больш подробязна. Первый снег и одразу буйная авария. У Калинковицком районе у аутокатастрофе загинули 5 человек. ДТЗ отбылось сенья, каля 11-й гадзин ранецы на 176-м километры аутодороги мяжа Российской Федерации Гомель-Кобрын. Подробязнасти глядите у сеньяшнім выпуску. Де факта за Александром Гамолей. Сенья самой ранецы коммунальная служба оперативно почали уборку снега. На дороге вышла спецтехника. По прогнозах метеоролога, заутра снегопад повинен скончиться, але на змену яму придет туман. Уначы чекается до 2 градусов морозу, у день слупок термометра спынется на 1-0 градусов. На дорогах махчыма халалетится. Держаутоинспекции рекомендуя водителям позбегать резких торможеньев и отмовиться от обгонау. Особливо уважливыми треба быть при проезде пешаходных переходов. Пешаходы повинны памятать на слизкой дорозе тормозный шлях любого транспортного сродку повялечивается. Национальный центр маркетингу протягивает проведение региональных семинаров по пытаниях экспорта белорусской продукции. Сегодня пытания из внешнеэкономичной деяности обмерковывали у Гомеля. На какие особенности в работе с замежными партнерами рают вернуть увагу эксперты центра, ведая Олег Синцерову. Как правильно провести маркетинговое доследование, на вот что принимать удел у выставок и как организовать властную рекламную кампанию. Сегодня у Гомеля учили керевников державных и приватных предприемств правилам внешнеэкономичной деяности. У Великой Заде Абалканкама собрались около 150 человек. Не одетите на то, что Гомельщина экспортно ориентованный регион. Сказать об заденечении утих резервов явно рано. Эксперты национального центра маркетингу кажут о помылках, характерных для значной часткой членных предприемств. Шмат, где до этого часа еще уластный сайт створить не могут. Докладные юные снуи, але только на русской мове. У некоторых организациях, навод специалистов с веданием замежных мов нема. Разом с этим у национального центра маркетингу настойливо рекомендують с потенциальными партнерами лепши разбавлять на их родной мове. А прича таку, при пошуку новых рынков, необходимо уличовать особливости местного законодавства, проверять протяженность замежных кампаний и больше активно выкористовывать максимумисти белорусских посольств. Плюс удел у международных выставок и выдание рекламно-полиграфичной продукции досягнуть к успеху можно только при комплексном подходе. Если речь идет о стройматериалах, о каких-то деревообработке, то здесь также влияет расстояние до потребителя. А если речь идет об услугах, о высоких технологиях или о товарах с высокой добавленной стоимостью, тогда уже география не имеет особого значения. Имеет значение качество и цена соотношения. Поэтому можно сказать, что мы работаем на весь мир. Гомская область володая значимым экспортным потенциалом, больше за половую всей продукции, что вырабляется в регионе, сегодня поставляется на экспорт. Металлопродукция, сборжа и кормоуборочная техника, мясо молочной выробы, химичное удобрение. Усяго замежа краины накеровывается больше за 2,5 тысячи наименную товаров. Только за 9 месяцев этого года их экспорт перевысил 760 миллионов долларов. Я же 150 миллионов долларов принес экспорт по слуг. Разум с тем, в наступном году плановые показчики повысятся, а это значит, что необходимо шукать додатковые шахи их достигнения. В части коммунальных и безведомственных предприятий Гомельская область за 9 месяцев приросла на 104,7%. Но, конечно, нам бы хотелось по итогам года выполнить поставленные перед областью задачи. Частный сектор проявляет себя с очень положительной стороны на 117% прирост и растет гораздо более быстрым темпом, чем коммунальный. Олег Синчеров, Валерий Копанько, телерадокомпания Гомель. Сегодня в Гомель началась международная науково-практичная конференция, присвященная захованию биоразностальности лесных экосистем. Изменение климата и деятельность человека приводят не только до знищения некоторых видов рослин, но и масштабных пожаров. Наши корреспонденты сустрелись с удельниками конференции. Обнаемности глобальных проблем у лесных экосистемах почали казать яше наприконцы минулого ста годзе. Ситуация выкликает тем большую заклопоченность, что для устойливого социально-экономичного развития любой краины важны лесные ресурсы. Нават у такой великой по примерах краине, як Россия, некранутых лесов практически не засталося. Вученые лишат необходным створение, где это яше махчима заказников и заповедников, каб захавать биологичную разноостоянность на этих территориях, а при сприяльных умовах распаусюзить редкие виды и ошей в ближайших лесах. Если мы не будем трогать какое-то время длительное, то есть это заповедники национальной парки, ядра национальных парков, если мы будем бережно относиться к этим экосистемам, то, возможно, биоразнообразие, которое есть на сегодня, оно не будет оскудевать, по крайней мере, оно не будет снижаться. Для удела международной конференции в Гомель приехали представники омаль-пятидесяти науковых институтов с шести краин свету. Такое представництво дозволяя выпрасывать рекомендации с уликом реальной ситуации. А прошел проблем, выкликанных деятельностью человека, значно уплыл на биоразностоянность лесу, зараз оказывая изменения климату. На территории Белоруссии, приграничных стран ощущается значительное влияние климата на природные экосистемы. Особенно это проявляется в увеличении массового усыхания хвойных насаждений, а также твердористых насаждений, дуба и ясеня. Большое количество, увеличивается количество лесных пожаров, что сказывается на биологическом разнообразии. Выкликанные протяглыми засухами лесные пожары саправдные национальные бедства для шмат яких краин. Усыхание лесов непосредственно для человека процесс больше беспечный, а ли в целом для экосистем это так само катастрофа. Уапошний час ученые Белоруссии, России и Украины спробуют минимизовать наступствы. Почас работы Гомельской конференции агучивается пропанова отмовиться от раннейшей практики и высаживать только смешанные лесы. Инша справа, что на месте загинувших древ новые вырастут только праздникальки десяти годзил. Смешивать, добавлять вот такие устойчивые породы, как дуб обыкновенный, липа мелколисная, береза повислая. И вот в таком соединении получается устойчивые леса, которые стойкие к различным экологическим воздействиям. Олеся Нечурова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель. У Снежни белорусы очакают долгие выходные. Прационный день с понеделка 24-го Снежни переносится на субботу 22-го Снежни. С понеделка 31-го Снежня на субботу 29-го Снежня. Организациям продоставлено право с уликом специфики вытворчасти переносить працовные дни у иншим парадку у отповедности с законодавством. Сёння сусветный день братьбы супраць диабету. Его мета повысить узровень информованности насельництва об этом захворванне и связанных зим ускладненнях. Зараз у Беларуси на цукровый диабет хворяют каля 320 тысяч человек и с кожным годом лишь бы расти. Наш корреспондент Марина Джалая побывала у Гомельским областным эндокринологичным диспансерам. Эндокринологи кажут, что диабет это не хвороба, а ладжиття. Соправды, залог комфортного стану пациента – выконание не только медицинских назначений. Диабет бывает трех типов. Инсулинозалежный, инсулиннезалежный и диабет тяжарных. Первый возникает за недостаткового створения уластного инсулина. Развивается первоважно у детей и подлетков. Пришим у апошния годы диабет у счетчастей выявляется у детей дошкольных и взрослых. Им необходимы штуденные уколы инсулину и особливый ладжиття. Мы должны мотивировать пациента, мотивировать его родителей максимально научиться управлять этим заболеванием. Возможности для этого есть достаточно. Дети обеспечены инсулинами современными, обеспечены средствами введения инсулина, специальные шприцы-ручки удобные, которые позволяют сделать инъекцию в школе, сделать где-то в поездке инъекцию инсулина и средства самоконтроля. В первую очередь это контроль. То есть глюкометры это с полоски все это они получают и основное это, конечно, чтобы все это использовалось и чтобы все это применялось в жизни. На улику о эндокринологичном диспансере по информации на початок года находилось омальчатрыста маленьких жахаров Гомельской в области, что год региструется 60-70 новых выпадков. Дебет другого типа выявляется у людей в возрасте 45-50 годов. Больше 60 выпадков приходится на женщин. Это туманчится у тем лику и большей протяглостью життя опошних. На развитие диабета этого типа шмаку, шмаку, уплывая неправильный лад життя, который приводит до явления лишней ваги. Так же, среди факторов ризика спадшинная схильность. И если дебет первого типа это незворотный процесс, то пациенты с другим типом устанет полепшить якость своего життя, когда будут выполняться основные правила. В первую чергу это снижение ваги и физичная активность. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель». Няня замест мамы. Белорусское товариство «Червоного крыжа» протягивает реализацию доброчинного проекта. Про женщин, которые допомагают поправиться детям, покинутым без батьковской опеки, расскажет наш корреспондент Ганна Корольчук. У каждой больницы Белоруссии на стационарном лечении есть малые, которые застались без опеки батьков. До тяжкостей хочется поддержки. Медики не за все могут надать сиротам больше уваги, чем остатним пациентам. У них попросту не хватает часу. Тому такой допомозе от товариства «Червоного крыжа» в больницах вельми рады. Клопот допомагая малым худше стать на ноги. пришел к нам четыре месяца назад Ольга Ивановна, но нам буквально с ней просто безумно повезло. Вклад Ольги Ивановны в помощь медицинским работникам весьма значим. И саправды, вышелши на пенсию, Вольга Грицкевич минавито тут нашла свое призвание. Пять дней на тыдень с 8 до 17 годин она працует няней-мате, кормит, носит малых на руках и просто разговляет с ними. Зараз у женщины медицинского або педагогичного стажу. А лишь особисты в опыту якости мати и бабули, а так само душевная теплыня не дозволяют покинуть малых у тяжкой ситуации. Женщина добра ведая, кали пролашишь маленьких пациентов, их самоотчувание поляпшается. Вся работа хороша, но я никогда не думала, чтобы на работу идти с большой душой. Я утром просто лечу на работу, потому что те глазки они мне все встречают, они мне все улыбаются, мы со всеми здороваемся. Мне, конечно, очень хорошо, когда ребенок выздоравливает или какие-то имеют успехи. Вот у меня мальчик уже четыре месяца со мной, как говорится, он уже у нас умеет и ходить, и разговаривать. Проект «Няня» замест «Мати» прошел апробацию областной детячей клинической больницы, и он почался в вересне 2016 года. У вынику идею признали перспективной и вы решили протягнуть в большезначных масштабах. Кали ранее у областной организации «Червоного крыжа» працывала у сего одна «Няня». Теперь их пять. А про Чагомеля проект реализуется так само у Мазиры, Речицы и Жлобиня. Подбор кандидатур непосредственно осуществляет Красный Крест, поэтому мы к этому вопросу подходим очень серьезно, потому что чужих детей любить это непросто. Ну и, как показывает практика, у нас на сегодняшний день работают те люди, которые непосредственно должны работать на этих должностях, и они замечательно справляются с ролью мамы. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Коли 120 сирот и детей с обмежеванными мягчимостями приехали сегодня в Гомель на экологичный конкурс «Наш утульный дом». Мероприемство организовало областное отделение Белорусского детячего фонда. Удельники смагалися за перемогу в двух номинациях. «Восинский букет» и театрализованное представление на тему «Незвычайный экологичный репортаж». Конкурс присвященный Сусветному Дню Детяти, який означается 20 листопада. Кожный год организаторы мкнутся придумать нечто новое, как разнастает мероприемство. Все летает до речи прошло в 13-й раз. Что год меняется тема конкурсу, а лет традицина неизменной застается экологичная накерованность детячих работ и проектов. Мероприятие мы проводим с целью того, чтобы, конечно, повысить уровень экологического воспитания, дать больше знаний очень заинтересованных в том, чтобы ребята больше проводили свой досуг за творческой работой, за интересной, чтобы дети были приобщены к той красоте нашей белорусской и могли ее сохранить. Это, а так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. В эфире «де-факто» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Первый снег и сразу крупная авария. В Калинковическом районе в автокатастрофе погибло пять человек. Еще один в реанимации. Это случилось на 176-м километре автодороги границы России Гомель-Кобрин. Микроавтобус «Фольксваген-транспортер», в салоне которого находилось пять женщин и один мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом. В ГАИ не исключают как ошибку водителя, так и сложные погодные условия, которые могли способствовать совершению ДТП. Пять женщин, которые ехали в микроавтобусе в качестве пассажиров, погибли. Водитель попал в больницу. Медики борются за его жизнь. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что на «Фольксвагене» была установлена летняя резина. Есть предварительная версия, что водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования данного уголовного дела будет дана оценка действиям обоих водителей участвовавших в ДТП транспортных средств. Кроме того, помимо оценки действий водителей, будет дана оценка действиям должностных лиц, в ведении которых находится поддержание дорожного состояния. А в Гомеле под колеса легкового автомобиля попал 8-летний школьник. Наезд случился на улице 50 лет заводу «Гомсельмаш». Как рассказали в ГАИ, учащийся внезапно выбежал на проезжую часть. Возвращался домой со школы, но решил перейти улицу вне зоны действия пешеходного перехода, хотя тот находился рядом. Водитель среагировать не успел, так как поздно заметил школьника. От удара мальчик упал на асфальт и травмировал лицо. В больнице ему наложили швы. Учитывая сложные погодные условия, снег, гололедецу на дорогах, госавтоинспекция предупреждает быть предельно внимательным водителем при проезде пешеходных переходов и особенно быть внимательным к юным несовершеннолетним пешим участникам дорожного движения, а также соблюдать скоростной режим, интервал между автомобилями. И хочется напомнить, что с 1 декабря для всех транспортных средств является обязательным наличие зимних шин на автомобиле. Уроженца Светлогорска задержали в Минске с одним килограммом гашиша. В операции по изобличению наркодилера участвовали оперативники столичного УВД и бойцы ОМОНа. Как оказалось, мужчина привез в Минск очередную партию наркотика, но на этот раз был взят правоохранителями с поличным. В 2012 году его осудили за охранение психотропов, после чего два года он провел в заключении. Выйдя на свободу, наркодилер из Светлогорска взялся за старое, но теперь уже занялся распространением дурмана. Как рассказали в милиции, задержанный ввязался в опасную игру две недели назад. Зарегистрировался в интернет-магазине как новый дилер. Получил задание съездить в Санкт-Петербург за партией наркотика и сделать закладки в Минске и пригороде столицы. Сейчас ему грозит не менее 15 лет лишения свободы. Гомельские спасатели этой ночью тушили два легковых автомобиля. На улице Белого загорелись иномарки Opel Astra и Renault Scenic. Когда спасатели приехали на место вызова, пылало хорошо, пишут в соцсетях очевидцы. Сначала загорелся один автомобиль, после чего пламя перекинулось на рядом стоящее. Огонь сбили за несколько секунд, но машины уже не восстановить. Они сильно повреждены. Предварительная версия причины пожара поджег. В 4 часа 19 минут спасатели Гомельского городского подразделения МЧС в составе двух пожарных расчетов выехали по сообщению о пожаре легкового автомобиля по улице Белого в городе Гомеле. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Вместе с тем пострадало два легковых автомобиля. Они имеют повреждения моторного отсека, а также частично лакокрасочного покрытия. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет. Поджог усматривается и в Калинковическом районе. Там, в деревне Замощаны, накануне горел сарай. Спасатели ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться. Пострадавших нет. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси состоялись очередные поединки. В Солигорске в центральном матче Тура сошлись лидеры, шахтеры, юность. Дело дошло до булитов, где точнее были хозяева. Горняки обыграли юность третий раз к ряду. Жлобинский Металлург реабилитировался после крупного домашнего поражения от Немана. В Гродно Столивары победили. В начале матча Крыскин вывел хозяев вперед. Ближе к сирене на первый перерыв гости отыгрались. Обметка оказался расторопнее всех на пятаке Гродницев и бэкхантом переправил шайбу ворота мимо галкипера. На 47-й минуте хозяева ошиблись при выходе из своей зоны, чему воспользовались Столивары. Атаку мощным броском завершил Маслюков. Металлургу удалось не только взять реванш за поражение, но и прервать победную серию Гроднинской команды. Неман до этого праздновал 8 викторий подряд. Чемпион пока не по зубам. Мужская команда гонбольного клуба Гомель на выезде проиграла БГК имени Мешкова. Хотя эту встречу подопечные Сергея Цыганкова могут записать себе в актив. Освоились гости на арене Дворца спорта Виктория к седьмой минуте и уступали гомельчане к этому моменту 0-5. Подопечные Сергея Цыганкова постепенно входили в игру и подбирались к сопернику. В итоге к перерыву отрыв, созданный хозяевами на старте, удалось практически полностью нивелировать. 17-16 в пользу БГК. Начало второго тайма вновь осталось за Мешковцем. Рывок 7-0 обеспечил подопечным Манола Каденоса комфортный гандикап. Сил на второй камбэк у молодой команды Сергея Цыганкова уже не хватило. Хозяева победили 40-28. Самый результативный в составе Гомеля Игорь Кожедуб. На счету 18-летнего полусреднего 9 взятий ворот соперника. 16 ноября в Минске во дворце спорта Уручье пройдет чемпионат Беларуси по дзюдо среди смешанных команд. В составе сборной Гомельской области 6 спортсменов. За награды будут бороться Ульяна Миненкова, Янина Дубинина, Виктория Новикова, Матвей Шереметьев, Илья Тимошенко и Артем Радченко. Все атлеты представляют областной центр Олимпийского резерва единоборств. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин